Одной из самых обсуждаемых тем на этой неделе стали украинские дороги, которые исчезают в феврале вместе со снегом. Состояние наших дорог катастрофическое. Даже в Мининфраструктуры признают в неудовлетворительном состоянии 90% асфальтного покрытия. То есть нормальных дорог у нас попросту нет, а их финансирование есть. В ямы и выбоины, как в решету, уходят миллиарды бюджетных денег. Так почему же украинские дороги одни из худших в мире? Ответ на вопрос искала Елена Митясова. Он исчезает с приходом весны, испаряется со снегом и морозами. Асфальт ну никак не приживается на украинских дорогах. Автомобилисты даже шутят. Пора праздник прощания с асфальтом инициировать. Как-никак, есть что отмечать. Да по-моему, урок какой-то, ёб... Бережная ямка. Надо знак поставить. Ну, ну, ой. В Украине сейчас с дорогами просто катастрофа. Разрушены трассы, разве что кроме новых, построенных к Евро-2012. Разрушены дороги и в городах. Вот Киев, европейская столица. И в центре, и на окраинах сплошные ямы. Но, может, проблема и не в дорогах, просто транспорт для них слабоват. Внимание, эксперимент. На чём столице ездить хорошо. Испытываем самый народный вид транспорта – маршрутку. Ну, с Богом. С первых секунд уже не по себе. Сколько ямок? Раз, два, три, пять. Попробуй пройкать, чтобы не попасть в неё. Если у водителя сердце уходит в пятки, что говорить о пассажирах? Прямо, как на батуте. Вот такая дорога. Она проминает качели, аттракционы. Не маршрута, полоса крепилась. Может, в троллейбусе будет лучше, но в салоне, как на испытании. Удержаться сложно, продвигаться опасно. Хорошо, если попутчик подставит плечо. А если нет? Ой, извините. Если такой экстрим в Киеве, что говорить о других дорогах? В Ужгороде Елена Цива влетела в аварию. Двумя колёсами въехала в яму с арматурой. Тут я потрапила в эту неприятную ситуацию. Сломала диски и порезала шины. Но Елена – одна из немногих, кому удалось отсудить деньги на ремонт машины у дорожной службы. Прошло семь судовых заседаний. Но закончилось позитивно. 12 636 гривен и сплатило ремонтно-дорожное управление. Но случай Елены скорее исключение. В Украине суды с дорожниками выигрывали единицы. А вот аварии за ям тысячи. Езда нашими дорогами – это манёвры не для слабых духом. Сейчас пытаемся покорить столичную дорогу на легковушке. Это ещё не самая худшая дорога. А вот как машину трясёт. И здесь, я не знаю, порой только на танках ездят. А вот вам филиал Чёрного моря. На столичной дороге. И на украинских трассах ситуация не лучше. Некоторые вообще превратились в непроездную зло. Это трасса Н-11. Ведёт она из промышленного Кривого Рога в порты Николаева. Казалось бы, это важный инфраструктурный элемент в масштабах всего государства. Но здесь не то, чтобы проехать. Иногда даже пройти сложно. Владимир Никулин тут не раз оставлял колёса. И вот снова поездка влетела в копейку. Я поменял шар в его поле. Сейчас тяги в багажнику купил. 580 гривен тяги. Они разлетаются. Тут нагод не хватает. Почему в Украине дороги исчезают в феврале? Этим вопросом почти 20 лет задаётся Ирина Ящук. Столько она живёт в Варшаве. И каждый раз, когда едет домой в Ривны, недоумевает. Бог нам дав такие самые руки. То есть за морозу. А на чехосных водах. Вот и она, это другая реальность. Так после зимы выглядит автотрасса в Польше. Здесь не подбрасывает и не трясёт, а наоборот убаюкивает, говорит моя коллега Инна Белецкая. Она отправилась туда с инспекцией. На первом ощущении, которое появляется, когда приезжаешь из Украины в Польшу, кажется, что зимы в Польше вообще не было. Польша пример показательный. Ещё не так давно тут были одни из худших дорог в Европе. Пока в них не начали закатывать миллиарды инвестиционных долларов. И в стране появилась сеть современных автобанов. Здесь тоже есть дыры в асфальте. Вот только не такие мушители. Тут латают не просто такие уже 15-сантиметровые глубочезные ямы, как у нас, засыпающие их витсивом прямо в воду. Тут латают навіть узбечья. Вместо жезла линейка и полицейские начинают замерять ямы. Это будни римненских копов. Со стороны выглядит нелепо, но по-другому никак. Дыра глубже 4-х сантиметров считается аварийно опасной. Но дорожные службы, как показывает практика, не возьмутся за неё, пока им не предъявят несколько предписаний или штрафов. Уже почти полгода с украинским бездорожьем борется бывший министр Польши Слабомир Новак. Почему сейчас ситуация настолько плачевна, и как он собирается превратить наши направления в современные трассы? Узнать о его планах не удалось. Глава Украфтодора отказался от интервью, как, впрочем, и министр инфраструктуры. Из ведомства мы получили лишь письменный ответ. В асфальт в 2017-м закатают порядка 35 миллиардов гривен. Их хватит на 2000 километров полотна. И тут же примечание. На данный момент изношены 90% дорог. Тогда куда же все эти годы шли миллиарды бюджетных гривен? Смотри, какой путь у этих денег. То есть сначала дорожный фонд. Он наполняется не полностью, потому что есть какая-то часть контрабанды. Дальше идут деньги на строительство. Масса средств попросту раскрадается. В конечном итоге реально доходят туда абсолютные копейки, которых не хватает ни на что. При этом можно посчитать, сколько автомобилисты платят ежегодно налогов и сборов. С одного литра топлива почти половина стоимости идет в госказну. Это тысячи гривен с одного автовладельца в год. А если еще приплюсовать сбор за регистрацию машины, отчисление за растаможку, налог на роскошь. И при таких суммах украинские дороги ремонтируют вот так. Методика заделки дороги. Это сейчас новая, да, такая? Хотя правила укладки асфальта одинаковы во всем мире. Цемент, песок, бетон, асфальтные смеси. Почему у поляков этот набор выдерживает десятилетия? А у нас как в анекдоте. Чтобы дороги выдерживали 20 лет, нужно все делать солидно. То есть конструкция, подушка, несколько слоев асфальта и, конечно, через некоторое время замена верхнего слоя. У нас срок годности верхнего слоя дорог 15 лет. Соседи-поляки под боком, но мы, оказывается, на уровне Мозамбика, Конга и Парагвая. Украина соседствует с этими странами в рейтинге самых худших дорог мира. Мы четвертый с конца. Немного откатов, чуток дерибана, потом распилить. Вот компоненты украинского бездорожья. И до тех пор, пока миллиарды бюджетных гривен будут оседать в карманах чиновников, ездить будем, как в трамвае. Не по дорогам, а исключительно направлениям. Елена Митясова, Марьяна Бурякова, Инна Белецкая, Кирилл Ющишин, Марина Коваль и Сергей Килимник. Подробности недели. Телеканал Интер.